здравствуйте ребята тема сегодняшнего урока побег строение и значение побега почка зачаточный побег сегодня на уроке познакомимся с органом растения побегом изучим строение и почек узнаем как развивается побег мы будем говорить о побеге нам необходимо выяснить как устроен побег какое строение имеют почки какие виды почек различают как почки могут располагаться на стебле как стебель растет в длину побег это орган высшего растения давайте вспомним какие главные органы имеют цветковое растение это корень и побег а на побеге располагаются листья почки цветки плоды посмотрите на рисунок и скажите что представляет собой побег в отличие от корня побег как правило располагается в воздушной среде что такое побег из каких частей состоит побег побег состоит из стебли это осевая часть почек листьев это боковая часть побег это стебель с расположенными на нем листьями и почками на стебле также образуются цветки и плоды стебель развивается из почки зародыша семени и тесно связан с главным корнем кроме того на стебле могут образовываться придаточные корни таким образом стебель составная часть побега связывающая все надземные и подземные органы в единую систему связи с этим он имеет более сложное строение чем корень несмотря на внешнее разнообразие стеблей внутреннее строение у них одинаковое за исключением злаковых растений рост стебля в толщину осуществляется теплое время года за счет деление клеток камбия при делении клеток камбия клеток древесины образуется значительно больше чем луба к концу осени камбий вступает в период покоя весной с начала сокодвижения камбий снова начинает делиться из клеток появившихся весной в древесине образуются сосуды с широкими просветами и относительно тонкими оболочками осенью у большинства деревьев новые сосуды деревьев оказывается узкопросветными а их оболочки более толстыми все слои клеток древесины образовавшиеся весной летом осенью составляет годичное кольцо по годичным кольцам можно определить возраст спиленной ветки или дерева в каких условиях росло дерево а также стороны горизонта каждый побег развивается из почки почка это зачаточный побег на вершине такого побега обычно имеется верхушечная почка в пазухах листьев пазушные почки почки которые развиваются не в пазухе листа на междоузлиях листьях корнях называются придаточными расположение пазушных почек повторяет расположение листьев на стебле очередное расположение почек имеет тополь вишня береза почки расположены супротивно на побегах сирени пузины жасмина жимолости после опадения листьев на побегах остаются листовые рубцы над которыми располагаются пазушные почки снаружи почки покрыты плотными кожистыми чешуями защищающих их от внешних неблагоприятных условий среды почечные чешуи у разных видов растений имеют различную форму и окраску снаружи почка покрыта почечными чешуйками выполняющими защитную функцию под ними располагаются зачаточные листочки почечные чешуйки и листочки прикреплены к зачаточному стеблю в пазухах зачаточных листьев находятся зачаточные почки таким образом почка представляет собой зачаточный побег внутри одних почек на зачаточном стебле расположены только зачаточные листья такие почки называются вегетативными или листовыми генеративные или цветочные почки представляют собой зачаточные бутоны или соцветия они крупнее вегетативных и имеют более округлую форму внутри таких почек находятся зачаточные цветки предлагаю вашему вниманию видео фрагмент вегетативная почка содержит зачаточный побег и состоит из зачаточной оси которая заканчивается конусом нарастания зачаточных листьев разного возраста и зачатков пазушных почек вы видите конус нарастания почки тополя вокруг конуса видны зачатки будущих листьев разной степени сформированности перед вами разрез вегетативной почки сирени на нем хорошо видны все уже известные нам части вегетативной почки генеративная почка заключает в себе только зачаток цветка или соцветия на разрезе почки тополя видны и зачаточная ось и будущее соцветия заключенные в почечные чешуи на разрезе генеративной почки вишни видно что в почечные чешуи заключено два соцветия генеративными почками являются бутоны цветков и соцветий травянистых растений вегетативно-генеративная почка содержит и зачатки листьев и зачатки соцветий к этому типу относятся верхушечные почки сирени на разрезе почки клёна американского мы видим зачатки соцветий и расположенные над ними зачатки листьев к вегетативно-генеративным почкам относятся также верхушечные почки каштана конского перед вами разрез почки яблони на котором хорошо видно что на конусе нарастания формируются как зачатки соцветий так и листьев каждый побег развивается из почки участки стебля на котором развиваются листья называются узлами а участки стебля между двумя ближайшими узлами одного побега между узлиями многие растения например тополь и яблоня обладают побегами двух типов у одних растений одни побеги имеют длинные междоузлия и соответственно далеко от стоящие друг от друга узлы на этих побегах развиваются другие с короткими междоузлиями узлы на них находятся на небольших расстояниях один от другого угол между листом и находящимся выше междоузлием носит название пазухи листа листья ржи березы подсолнечника шиповника растут по одному узле и располагаются на стебле поочередно по спирали такое расположение листьев называют очередным у сирени жасмина клёна глухой крапивы листья растут по два узле один лист против другого такое расположение листьев называют супротивным у некоторых растений листья развиваются по три и более в узлах как например у элодеи это расположение листьев называют мутовчатым если мы рассмотрим побеги тополя или яблони развившиеся в течение последнего года то у каждого из них увидим почку находящуюся на вершине и почки сидящие в пазухах листьев если листья уже опали то пазушные почки располагаются над листовым рубцом хорошо заметным после опадения листа расположение пазушных почек повторяет расположение листьев на стебле очередное орешник а на побегах сирени пузины жасмина жимолости и комнатного растения фуксии для которых характерно супротивное лист расположения почки тоже располагаются по две одна против другой то есть супротивно предлагаю вашему вниманию видеофрагмент зародышевая почка из которой развивается первый побег располагается на верхушке стебля поэтому ее и называют верхушечной за счет верхушечной почки побег растет в длину рост в длину продолжается до тех пор пока верхушечная почка цела у многолетних растений каждый побег заканчивается верхушечной почкой почки закладывающиеся на побеги в пазухах листьев называют боковыми или пазушными почками вы видите пазушные почки липы а это пазушные почки сирени зимой пазушную почку помогает определить листовой рубец оставшийся на побеге после осеннего листопада расположение пазушных почек точно соответствует расположению их кроющих листьев поэтому по почкам на безлистном зимнем побеге можно определить как располагались листья хорошо видно что у тополя очередное лист расположения его почки расположены по одиночке друг за другом такой же тип листа расположение у ивы березы и липы если почки располагаются парами друг напротив друга то такое расположение называют супротивным как например у клёна американского клёна платоновидного каштана конского сирени иногда почки образуются на стебле листьях или корнях такие почки называют придаточными вы видите молодые побеги которые образовались из придаточных почек на пне клёна американского при помощи придаточных почек возобновляются и размножаются все корни отпрысковые растения например малина осод огородный одуванчик по расположению почек на побеге по форме почек их величине окраске опушению и по некоторым другим признакам можно даже зимой определить какое дерево или кустарник перед нами почки обычно располагаются непосредственно на стебле исключение составляет ольха у нее почки сидят на особых ножках по этому признаку а также по сережкам и маленьким шишечкам ольху легко отличить от других деревьев до распускания почек тополь узнают по его клейким заостренным почкам обладающим своеобразным приятным запахом почка ивы покрыта только одной чешуей напоминающей колпачок у крушины вообще нет почечных чешуй продолговатые крупные почки рябины опушены и поэтому хорошо отличимы от почек других деревьев почки черемухи и черной смородины обладают приятным запахом у супротивно расположенных почек бузины напротив запах неприятный понюхав их вы сразу отличите бузину от других кустарников каким же образом развивается из почки побег почки на ветке поставленной в воду зимой раскрываются не сразу проходит несколько дней а иногда недель прежде чем они начнут пробуждаться почки сначала набухают затем у них раздвигаются чешуйки и появляются зеленые свернутые листочки молодого побега побег растет и междоузлия удлиняются растут и листья постепенно достигая обычных для этого растения размеров верхушку побега занимает верхушечная почка самый кончик его в почке называют конусом нарастания конус нарастания состоит из образовательной ткани клетки которой делятся и образуют новые на конусе нарастания появляются бугорки это зачаточные листья в результате деления клеток конуса нарастания и роста образовавшихся в нем клеток побег растет из генеративных почек развиваются побеги с бутонами выясним какой частью растет стебель длинно на стебель молодого побега фасоли только что выросшего из семени нанесем тушью метки располагая их через два миллиметра одна от другой пройдет день два и на самой верхушке молодого стебля расстояние между метками увеличится значит побег нарастает длину своей верхушкой предлагаю вашему вниманию видеофрагмент Весной с появлением достаточного количества почвенной влаги начинается пробуждение растений почки набухают раздвигаются почечные чешуи понаблюдаем за развитием почки тополя в отличие от листьев почечные чешуи не растут а быстро подсыхают и отпадают на месте почечных чешуй остается рубец почечное кольцо почечные кольца хорошо заметны у многих деревьев и кустарников по ним можно подсчитать возраст побега давайте вместе подсчитаем возраст этого побега клёна первое почечное кольцо это первый год жизни побега далее мы видим второе третье четвертое пятое шестое седьмое восьмое девятое десятое одиннадцатое итак возраст этого побега одиннадцать лет теперь мы проследим как из почки разворачивается побег будем наблюдать за ростом почки конского каштана видно что из почки появляются не листья а молодой побег с множеством листьев и новыми почками у листьев при выходе из почки сильно разрастаются листовые пластинки и черешки междоузлия продолжают расти и после полного разворачивания листьев за счет вставочного роста после разворачивания после разворачивания всех листьев имеющихся в почки рост побега продолжается за счет роста верхушечной почки это связано с тем что конус нарастания продолжает формирование листовых зачатков если из верхушечной почки развивается генеративный побег как на этой ветке березы или верхушечная почка по каким-либо причинам повреждена как на этой ветке клёна то рост побега в длину прекращается но у многолетних растений общий рост продолжается за счет боковых почек растение начинает ветвиться в сезонном климате умеренной зоны развертывание побегов из почек у деревьев, кустарников и многих трав происходит весной или в начале лета побег, вырастающий из почки за один вегетационный период называют годичным приростом сейчас вы видите прирост ясеня прошлого года а это годичный прирост нынешнего вегетационного периода летом у листопадных деревьев умеренной зоны листвой покрыты только годичные побеги текущего года посмотрите на годичный прирост березы на побеге клёна видны как верхушечный так и боковые приросты этого года у ивы хорошо видны безлистный побег прошлого года и облиственный побег нынешнего года нередко боковые почки образуют побеги даже в том случае когда верхушечная почка не повреждена такие боковые побеги называются побегами обогащения у деревьев и кустарников они служат для увеличения площади фотосинтеза у травянистых растений побеги обогащения часто являются генеративными и служат для увеличения плодовитости как например у сурепки обыкновенной лугового растения иван-де-марья колокольчика раскидистого у большинства растений особенно активно растут междоузлия побега такой рост называется вставочным у некоторых растений например у пшеницы бамбука и других злаков вставочный рост происходит в результате деления и роста клеток находящихся в основаниях всех междоузлий благодаря этому молодые стебли некоторых растений растут очень быстро например стебли бамбука за сутки могут вырасти более чем на 1 метр зная что побеги растут верхушкой можно управлять их ростом и развития срежьте верхушку молодого побега двудольного растения и побег перестанет расти длинно но зато у него появятся боковые побеги срежьте верхушку бокового побега и он тоже перестанет расти длину и начнет ветвиться в садах, парках, скверах ежегодно подрезают деревья кустарники управляя таким образом их ростом подрезав побеги искусственные садоводы часто придают деревьям и кустарникам причудливые красивые формы итак ребята давайте сделаем выводы стебель с расположенными на нем листьями и почками называют побегом у растения различают такие виды листерасположения как очередное, супротивное, мутовчатое расположение почек на стебле повторяет таковое у листьев почка представляет собой зачаточный побег различают виды почек такие как вегетативные, генеративные, верхушечные, пазушные, придаточные, спящие побег растет в результате деления клеток конуса нарастания ребята спасибо вам за внимание до свидания до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok